Итак, что мы сделали? Значит, на третий раздел жесткого диска установили винду. Она загружается. Пока сама не может, а только с помощью поисковика. А вот сейчас будем ставить на первый раздел Linux Midsenmon 12, а раздел Home для него будет второй раздел жесткого диска. Каким образом? Ставим 17.2 золотую сборку на первый и второй раздел жесткого диска. Все остальные пока, как видите, разделы свободные. Берем наш SystemBug. И теперь при помощи SystemBug на внешнем жестком диске поищем копию. Вот внешний Linux Data. Здесь, значит, мы посмотрим, вот, Linux Midsenmon 17.2. Вот его мы будем использовать. Будем мы... Возьмем последний копию версия. SystemCopy я не хочу делать. Почему? Потому что мне нужно установить... А, у меня там уже с коротким паролем все идет. С единичкой. Хорошо. Вот первый раздел жесткого диска. Отмечаем его как корневой. И нажимаем на зеленую стрелочку. Чтобы он был отформатирован нормально. Видите, крестиком обозначается форматирование. И помечен как корневой. Вот этот раздел я помечаю как Home. Стрелочку. Тоже форматировать как Home. И вот этот раздел на 4 гигабайта я помечаю как Слопраздел. Вот оно. И нажимаю на кнопочку Next. Старт. Ну и ждем. Могу засечь время 20.18. Ну давайте. Еще раз хочу подчеркнуть, что я восстанавливаю Linux Mimsonmon 12 из копии, которую программа SystemBug сделала. Но не из изообраза, а из полной нормальной копии рабочей, которую сделала программа SystemBug на другом разделе жесткого диска. На внешнем жестком диске. Так, копирование системы закончено. Заняло это чуть больше 20 где-то 19 минут. Нормально. Теперь я перезагружусь. И посмотрим как оно все грузится. Запись уже буду вести с первого раздела жесткого диска. Куда я восстановил из зарядной копии сделанной программой SystemBug. Версию 17.2. Итак, я загрузился при помощи поисковика операционных систем. На первый раздел жесткого диска. Сам Linux стартовать не хотел, бракался. Ну, а теперь посмотрим и сделаем немножко под настроем наше, скажем так, меню загрузки. Ну, вначале я заведу парольчик. Нет, будем настраивать групп. Он быстрее настраивается. Ну, вот, здесь я сделаю правку небольшую. А, во-первых, будет Linux. На первом разделе. Вот, все нормально. Теперь переменуем 17.1 на 17.2. Нажмем Enter. Ну, а теперь оно все будет правильно. Windows. Chainloader. Третий раздел. Ну, здесь все правильно. Ну, и сохраним конфигурацию. И подождем. Ну, вот. Тут уже все поднастроилось. Посмотрим на эмуляторе, что у нас тут будет. Вот видно, что Linux Mint встал на первом разделе жесткого диска. На втором встала винда. Значит, я сейчас это дело тогда закрою. И нажму на кнопочку применить вот эти вот изменения. И он будет создавать конфигурационный файл. Групп загрузочный. Который, по идее, значит, должен будет уже подхватывать и винду, и Linux. Затем я перезагружусь. Попробую стартовать с винды. А затем зайду на Linux и сделаю следующую часть ролика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok